Приветствую всех зрителей и сегодня для вас подготовил весьма полезное и интересное видео. Если оно вам понравится, поддержите пожалуйста лайком и оставьте свой добрый комментарий. И напишите, как вам подобный вид динамических уведомлений. Если понравились, то скажите свое мнение. Потому что сейчас я хочу показать, как каждый из вас, имея Android телефон, может установить подобный вид динамических уведомлений. Как это все работает, я сейчас дальше покажу. Подобная фишка совершенно недавно появилась на iPhone 14. Так сказать, в анонс этого телефона вошла эта фишка. Соответственно, другие разработчики, такие как Xiaomi, уже начали устанавливать и делать подобные темы для своих телефонов с подобной фишкой. Но там, устанавливая эту тему, есть много нюансов, багов и она полноценно не работает. Сейчас я покажу максимально универсальный способ, используя который, каждый из вас, имея смартфон Android, не важно эта модель, Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, LG, Motorola и так далее, вообще не важно. Главное, чтобы это был Android. И вы сможете установить данную фишку и протестировать эту функцию на своем телефоне. И не обязательно покупать дорогостоящие там за полторы-две тысячи долларов iPhone 14. И давайте все поэтапно, я покажу, что нужно делать, чтобы у вас все это дело заработало. Нужно скачать вот такое приложение, динамические уведомления. Ссылка на скачивание будет сразу в описании под этим видео. И теперь инструкция. Вы скачали это приложение, задерживаем палец, о приложении нажимаем пункт. После этого заходим в другие разрешения. У вас будет вот такое вот все отключенное. Нужно всегда разрешить вот эти галочки поставить на зелененькие. Все мы разрешаем. Всегда разрешать. Нажимаем. Все мы сделали. Все эти разрешения мы дали. Их должно получиться 6 штук. Возвращаемся обратно. После этого мы заходим в само приложение. И нужно тут все дело это правильно настроить. Заходим в пункт далее. Даем вот эти данные пункты. Выбрать приложение. Окей. Нужно выбрать те приложения, в которых вы хотите, приходя уведомления, чтобы работала функция динамических уведомлений. То есть, вот это вот будет появляться скрытое окошко. Когда все это дело будет переходить уведомления. Итак, я нажал пункт все. Вот. Возвращаюсь обратно. Потом. Разрешать доступ к уведомлениям. Конечно же, нужно разрешить. Ищем в выбранном списке приложения DynamicsPod. Разрешаем. Тут соглашаемся. И подтверждаем через 9 секунд. Все нормально. Приложение безопасное. Уже протестировал. Все четко. Окей. Все. Отрисовка на экране. Тоже даем данные разрешения. Заходим в пункт скаченные приложения. DynamicsPod. Оп. Подтверждаем. То же самое. Нужно согласиться. И подождать 9 секунд. Подтвердив. Ок. Так. В общем-то уже практически все. Чтобы это приложение полноценно работая. Нужно ему дать 3 разрешения. Готово. Вот и наше приложение. Заработало. Теперь давайте я вам покажу кое-что. Заходим в пункт уведомления. И тут заряд батареи. Заходим. Если хотите, чтобы у вас тоже отображалось данное окошко. То есть динамические уведомления. Тогда телефон заряжается. Полностью заряжен. Низкий заряд. Можете включить. Можете отключить. Как захотите. То же самое. В пункте приложения. Можете определенные уведомления убрать. Если вам не нужны уведомления из этих приложений. Можете их убрать. А можете оставить. Так. Возвращаемся обратно. Заходим в настройки. Масштаб. Масштаб данной шторки. Вы можете регулировать вообще как хотите. Корректировка ширины допустим. Видите. Вот они стали шире. Вот. Вообще широкие. Можно сделать узкие. То есть тут уже как сами захотите. Если у вас допустим много уведомлений поступает. Разрешить два всплывающих окна. Добавить эту функцию. Показать на экране блокировки. Добавить эту функцию. Потом. По истечению этого времени. Смотрите. Авто. Скрытие. Маленького всплывающего окна. То есть у вас пришло уведомление. Окошко появилось. И в течение через 10 секунд. Оно автоматически исчезает. Можете поставить допустим это время больше. Чтобы оно было постоянно практически 45 минут. Ну. Это уже опять таки на любителя. Возвращаемся обратно. Потом. Ну вот как это все будет выглядеть. Вот такое. Вот такой вид. И через 10 секунд. Эта шторка будет пропадать. Согласитесь что довольно круто смотрится. Если уведомлений у вас приходит мало. Кстати говоря. Заново зайдем. Если мало у вас уведомлений. Тогда можете вот этот пункт отключить. Чтобы не появлялась вот эта иконка. Которая была перед этим зелененькая. Вот так. Все. Когда у вас будут уведомления. То вы вот так нажимаете. И смотрите что вам приходило. Классная фишка. Очень классная. Напишите пожалуйста комментарий. Как вам подобная функция. Я думаю что понравилось практически всем. Но опять. Могут возникать различные нюансы. Иногда. За редким исключением. В зависимости от вашей прошивки. И данного приложения. Может происходить несостыковка. То есть приложение. Может не всегда отображаться на уведомления. Такое тоже бывает. Вполне. Это многое будет зависеть. От вашего телефона. От вашей прошивки. Но в целом. В процентах 80. Все будет окей. За редкими исключениями. Конечно же. Могут выпадать какие-то нюансы. Вот такое получилось видео. Надеюсь вам понравилось. Пользуйтесь данной фишкой. И всем хорошее настроение. Удачи, успехов. И всем друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok